здравствуйте это канал максимации мы продолжаем играть в gta 3 дефинтив эдишн только вот что-то сверху сверху вылезла какие-то хрень с желтой рамочкой вообще откуда она взялась я не знаю она не убирается что-то но я надеюсь она мешать нам сильно не будет хотя в принципе я могу видеоредакторе даже обрезать убрать ее из кадра принципе интерфейс равно на месте останется не знаю откуда она взялась но в принципе она не мешает короче блин навигатор почему-то ведет вот в эту точку не знаю зачем что это за глюк но и убык эта метка не убирается и вообще не знаю зачем нам туда мы едем к дональду лаву выполнять его задание будем сегодня либерайтер о во первых я хочу поблагодарить вас за услугу которую мне оказали люди всегда пытаются истолковать все по своему по моему опыту преданность такого человека как вы можно купить в банде любых денег будет мало один мой ценный знакомый старый джентльмен азиат его держит заложник какие-то южноамерик из южноамериканцы и короче назначенную ранее сумму выкупа пытаются увеличить но я не привык менять условия и сделка есть сделка я не заплачу сверху ни единого гроша вы должны спасти моего друга любой ценой не понял я где его держат не успел дочитать но тем не менее понадобится машина колумбийцев а отлично придется нам по поискать ее так у нас вообще интересно показывать банды банды эти картель нам нужно а картель у нас где-то тут скрывается так что там где-то им наверное и найдем машину поехали туда твои же мать вот у меня врезались и я якобы и и меня и мне розыск навесили но это нормально вообще нет ладно надеюсь отстанут со временем одна звезда это не и так страшно хотя впрочем за попытку скрыться могут еще одна вещь так вот здесь мы можем найти машину колумбийцев все звезда отпала отлично и идут уже кто-то стреляет это колумбийцы видимо и стреляют а их не в машину наверное найти можно где-то на трассе я помню где-то находил эту машину вот вот одна из их машин так спасаем старого азиата следующей миссии от глава нам тоже нужно будет машина колумбийцев так вот а я вспомнил тут перестрелка жесткой будет вот беда а я не тот гараж выбрал меня щас убьют а я не могу я так не могу стрелять ема я не могу так стрелять да я не тот гараж выбрал сейчас опять заново придется искать машину отлично так я вообще с не помню с какого раза эту миссию прошел но а мне надо пешком их проверять да блин я так не могу стрелять этот гараж не открывается а вот он давай дружище только другую машину возьмем а то это на этой уже наверняка повреждение есть ну ладно со второго со второго раза не так уж плохо машина колумбийцев нам было нужно чтобы нам открыли вообще ворота а так тем не менее они все равно как-то поняли что это враг едет и все равно начинают стрелять по нам так так едем к дулау е-мое ну блин как же тут ехать то сложно а когда столько машин и исчезает в тени е-мое так на следующей миссии я помню нам тоже нужна машина но искать ее в этот раз уже не придется так понимаю вакагаши я вайпаут ничто не сбивает цены на недвижимость как старая война банд разве что кроме спушки чумы но это будет уже излишне в нашем случае я наслышан на натянутых отношениях между якутцей и колумбийцами попробуем извлечь деловую выгоду из этой ситуации я хочу чтобы вы убили кэнди кассена одного из лидеров якудзе у него сейчас деловая встреча на крыше многоэтажной парковки в ньюпорт доставьте машину доставьте машину картеля и разделать с ним якудза должны подумать что к это картель и развязал войну вот первый первый первые слова что он сказал это я точно так я тоже самое слышал от эвери кэрингтона в битовой сити он тоже говорил что ничто не сбивает цены на недвижимость как старая война банд а вот а вот эту машину было бы неплохо отремонтировать для начала потому что дверей нету и нас нас видно прекрасно том кто сидит машине так что он нас это не просит конечно делать но пожалуй стоит отремонтироваться кэнди кассен которого мы должны убить это тот тип который в одной из прошлых серий давал нам задание и собственно говоря брата суки кассен на которую мы тоже работали собственно еще раз будем работать я так понимаю так ездят заезжаем чине машину мне 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 на полицейских пофигу мне главное чтобы и эти якудзы нас не узнали вот мы сейчас заедем на парковку и нам нельзя вылезать из машины нам нужно переехать его будет именно переехать потому что он они не должны узнать кто сидит за рулем машины они хорошо вооружены так что надо действовать быстро быстро да блин но тут я ничего не мог сделать придется заново начинать да так попробуем еще раз только в этот раз надо не мешкаться а быстро уезжать с парковки вот так блин я вечно теряюсь где тут выход я вечно теряюсь где тут выход да не очень как-то приятно убивать бывшего работодателя что мы только что сделали но с другой стороны теперь наши друзья из якудзе начнут охоту на колубийский картель что довольно таки будет выгодно для нас у них больше врагов появится ну да ладно едем снова к дональду лаву так приехали the drop in the ocean старая азиат что ли из хажинства властей некоторые ценные товары очень сложно импортировать сегодня ночью перед посадкой аэропорту над гаванью полетит легкий самолет он сбросит в воду несколько пакетиков обязательно соберите их прежде чем это сделать кто-то другой вроде бы задача не сложная хотя я тоже прошел ее помню далеко не с первого раза когда первый раз проходил такое чувство что навигатор мне слишком далекий маршрут показывает а нет это на том берегу впрочем минуты нам должно хватить на то что доехать 40 секунд 45 секунд подождите а почему время все еще и идет куда нам надо куда нам надо я чуть не пойму или или просто нам надо время дождаться самолет уже рядом я просто на радаре ничего не вижу а вот он один пакетик про я вспомнил за нами погонить дикая полицейская будет второй пакетик вот блин ну катер же очень неуправляем и поэтому собирать пакетики не так уж и легко будет с каждым пакетиком и увеличивается розыск хорошо теперь надо каким-то образом умудриться удрать от полиции ладно на катере удрать будет легко а вот дальше на машинах будет уже задача сложная скорее всего розыск не уберется со временем нам в любом случае придется удирать их но на но для того чтобы это было легче остановим катер поближе к дональду лаву а тут а мы тут не пройдем да а он дальше и не едет туда короче близко к дональду лаву мы не сможем припарковать катер придется где-то там зачем здесь зачем-то трупы стоят эти и обогнать и в обход этих труп нельзя к сожалению нам плыть вот беда они они машину скинули мою воду и кусок от машины остался отдыхай быстрее тут ну тут в тоннеле вертолет до нас не достанет есть время немножко чтобы отдохнуть надо поймать какую-нибудь из машин и побыстрее да вот там звездочка есть только как и каждые ее достанут там на крыше вот блин а копы очень и очень не опасные в этой игре они просто тут безбашенные иди нафиг о-о-о-о-о-о-о-о-о-о хороший удар пусть врезаются в другие машины Сменить нужно машину. Да блин, ну отстаньте от меня, а. О, поставили заграждение из машин, блин. Блин, они, у меня машина скоро загорится ее. Отлично. Без проблем справились с этим. Только что мне так мало денег дали за такое задание, блин. Спасибо, что привезли мне пакетики, но это была лишь приманка. Простите, иногда в бизнесе приходится и на это идти. По-настоящему важный груз до сих пор в самолете. К несчастью, власти аэропорта задержали самолет и начали обыскивать его, пока не вмешался я, заплатив крупную сумму. Поезжайте в международный аэропорт Фрэнсис через мост. Власти уже получили вознаграждение, а моя посылка ожидает вас в самолете, который стоит в ангаре на таможне. Думал, полицейские не заметят, потому что видно, что полицейская машина пуста, но походу тут полицейские все равно шарились. Ну ладно, со временем я не отстанусь. Так, это у нас на третьем острове уже находится. Дождь пошел замечательно. Тут немного необычный мост, потому что он поднимается и опускается. Вот. Сейчас он поднялся и нам нужно ждать. Ни в коем случае нельзя торопиться, потому что иначе мы просто упадем туда. Куда же вы едете-то? Стойте! О придурки, а! Ну тупые просто. У меня слов нету, блин. Ну вообще я не понимаю тех дятлов, которые за рулем были. Сумо, блин. Так, а я тут не помню, честно говоря, тут будут враги или не будут. Ну по-моему колумбийский картель там должен нас встретить. Картель здесь. Я так и думал. Из-за дождя их только видно плохо очень. Мне лично. Блин. Посылки нету. Колумбийцы, похоже, ее уже сперли. Малентик Констакшн. У нас Тонтон Айленд есть с тройком. Возможно они там. Так, радио выключили мне. Не надо мне радио. Вот оружия у нас не очень-то много. Надо будет... Ну это, после этой миссии закончим. Надо будет перед следующей серией закупиться оружием. У нас сейчас его просто очень мало. Чего ты это приторм... Чего ты начал тормозить-то, е-мое? Я разве... Я кнопку вперед не отпускал. Я думал... Утрою. 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 Так, ждем мост Че вы мне сигналите? Видите, моста нету Придурки, че вы мне сигналите? Придурки Ешкин кот Придурки Придурки Вот это стройка Так, где тут заехать лучше? А, машины-картели тут повсюди Так, готовимся к атаке Так А, вот Откуда по мне стреляли? А я его и не заметил Ну че ты заберезаряжаешься? Давай Опа А, он че не сдох что ли? Осторожно Вовремя я заметил у этого гада Не залезает он на эту фигню, блин А, я не съехал Выжили, ё-моё Давай увезём этот дипломат отсюда Кто знает, что там внутри Раз ему так заполучилось, наверняка что-то очень сильно Кто? А, это ты? Эй, успокойся, Амиго Не надо Ты должен был сдохнуть там в заколке, бля Не стреляй, Амиго Мы... Давай всё по-мирному На, вот, держи Ты чё трус такой, а? У нас нет выбора Пошёл ты нахрен, ублюдок Прости, это бешеная тварь, она всё она Простите меня, нет Итак, эта тварь сбежала Но ты оказал мне услугу Ведь ты не единственный, у кого с картелем счёты Этот мерзавец убил моего брата Что? Я никогда не убивал Айкудзе Врёшь, мы все видели наёмника картеля Он убил Кензи Мы выследим и убьём всех вас, колумбийские собаки, бля Я поработаю над нашим другом, чтобы получить кое-какую информацию Ну и для удовольствия ещё Увидимся позже Мне понадобятся услуги твои Пожалуйста, Амиго, не оставляй меня с ней Она ненормальная Нет, стой! Нет! На, это... Так, уступите дорогу, товарищи из Айкудзе Если не хотите, чтобы я вас переехал Да, Клод не единственный Кто был предан этой жуткой женщине Не, если Клод сначала был напарником её И она в начале игры предаёт главного героя Теперь она предаёт своего второго напарника Это Мигеля Короче, просто руки чашутся замочить её И мы обязательно сделаем это как-нибудь Впрочем, в следующий раз она появится только в заключительной миссии игры уже Где желание наше исполнится Эть ты, блин, а! Ладно На сегодня закончим В следующей серии, наверное, на суку будем работать Есть у неё парочка заданий для нас На сегодня всё Подписывайтесь на мой стриминг-канал Ставьте группу ВКонтакте На блогу и канал Подписывайтесь И всем пока!